Преждевременно пришедшее в этом году в Тверскую область лето стало поводом раннего открытия купального сезона. Тверичане традиционно начали стекаться в жаркие дни к водоемам. Несмотря на кратковременное похолодание, летняя жара, по прогнозам синоптиков, в ближайшее время вернется, а значит и купание можно будет возобновить. К тому же впереди пора школьных каникул, когда к воде потянется множество детей, а это всегда связано с определенным риском. В преддверии летних каникул спасатели провели день открытых дверей для школьников. Поскольку дети выходят на летние каникулы, часть из них поедет в детско-оздоровительные загородные лагеря, часть в пришкольных лагерях будет, часть останется в городе, и их тоже надо предупредить. Мы спланировали такую работу по этим учреждениям и в городе с предупреждением детей об опасности. Ребятам не только подробно рассказали о риске, связанном с неосторожным поведением в воде, но и наглядно продемонстрировали способы оказания первой медицинской помощи. Разыграв сцену падения человека в воду и его спасения. Я сегодня научилась тому, что когда человек тонет, надо быстро его вытаскивать из воды. Но в этом всегда идти плавать не одной, а с какими-нибудь взрослыми, чтобы в случае чего они могли тебе оказать помощь. Идти плавать на знакомые места для тебя. Мне запомнилось, как человек профессиональный показывал, как ему делали искусственное дыхание. Показывали, как человеку принимать первую помощь. Знание правил безопасности на воде, несомненно, пойдет на благо ребятам. Но ничто не поможет избежать трагических ситуаций лучше, чем родительский контроль. Дети ни в коем случае не должны без присмотра находиться в водоемах или около них. В очередной раз напоминают в ГИМС. Но, как показывает статистика, зачастую взрослых не заботит не только безопасность детей, но и своя собственная. Есть статистика, она такая, что за минувшие выходные 7 человек у нас утонуло. И 7 человек в 6 связаны с употреблением алкоголя. Немаловажную роль играет и выбор места для купания. Эксперты настоятельно советуют купаться только в водоемах с чистой водой и отдыхать на специально оборудованных пляжах. При этом в Твери официально ни одного пляжа не существует. Более того, согласно данным лабораторных исследований Роспотребнадзора, вода в традиционных местах купания тверичан, таких как река Волга в районе городского пляжа, Тверца около Тверецкого моста и Тьмака в поселке Первомайский, не соответствуют санитарным требованиям по микробиологическим показателям. Вблизи областной столицы есть лишь одно место, где горожанам не придется плавать рядом с микробами. По данным Роспотребнадзора, это карьеры около деревни Константиновка. Анастасия Николаева, Максим Андреев, РЕН-ТВ Пилот